Здравствуйте, уважаемые подписчики и дорогие гости моего канала. Сегодня хочу снять обзор по своим компрессорам. Так как приходят вопросы от подписчиков, какими аэрографиями я крашу и каким компрессором я пользуюсь. У меня в наличии два компрессора. Один мощный ET1506 модель, а второй китайский компрессор для стендового моделизма AS186. Аналог Джаса, я не знаю, может это тоже одна корпорация, просто что разные подфирмы. Но у меня у друга Джаса он точно такой же, как вот этот маленький компрессор. Какие у них отличия? Отличия, конечно, очень большие. Чем мне нравится ET1506? Во-первых, его производительность. Он производит 124 литра в минуту. Мощность двигателя 1 лошадиная сила. Объём ресивера 6 литров. Конечно, 6 литров это круто. И давление у него максимальное 8 атмосфер. Но есть у него и один недостаток. А недостаток у него заключается в его звуке. То есть, пока у меня не родилась маленькая дочка, я пользовался этим компрессором. Мне его было достаточно. Но его звук, конечно, убивал. Убивал его звук. Хорошо тем, что можно было подключить к нему и два компрессора. И он вполне выдерживал. Давал постоянное давление. Ой, два компрессора, два аэрографа. Ну, сейчас я продемонстрирую вам, как он работает. Вот. Вот такая вот работа. То есть, иногда даже сначала, с непривычки, я даже вздрагивал, когда он начинал работать. Что могло плохо отразиться на его, на покраске. Вот. Но, говорю, очень мощный. Хороший. Если где-то в гараже или в доме отдельный кабинет рабочий. То, хорошая модель. И по деньгам, он самое, что интересное, по деньгам, он стоил дешевле, чем компрессор для моделизма. То есть, чем вот этот маленький АЭС-186. Но, когда родился маленький ребёнок, пришлось брать вот этот компрессор. Ну, какие у него характеристики? Характеристики у него, конечно, в разы отличаются от большого компрессора. Выдаёт он всего лишь 23 литра в минуту, когда тот выдавал 124. Атмосфера у него максимально 4 бар. Ресивер на 3 литра. Что плохо, если есть утечка в аэрографе, то очень, ну, можно сказать, постоянно включается компрессор, он работает и нагревается поршень. Нагревается поршень и сам электродвигатель. И летом мне даже приходилось делать вот такой вот девайс с кулера от компьютера и ставить на него хоть какое-то охлаждение, чтобы хоть как-то он обдувался воздухом, чтобы сильно не грелся. Вот, но преимущество у него в звуке. То есть, можно даже красить ночью. Сажусь на кухне зимой. Летом я работаю на балконе, у меня мастерская. Но звук, сами слышите, от этого компрессора и звук вот этого. То есть, чуть-чуть громче, чем работает компрессор в холодильнике. Звук вот такая разница. Но китайский компрессор у меня уже ломался. Как-то я красил модель, слышу звук такой бах и вижу, что у меня заканчивается... Мотор работает, электродвигатель, а воздух в ресивере у меня заканчивается. Конечно, сразу расстроился. Хорошо, что у меня есть резервный компрессор. Ну, начал разбирать. Боялся, что у меня обломался шток в поршне. Ну, слава богу, что этого не произошло, а всего лишь вот в этом месте поршень соединяется с электродвигателем и гайка, которая крепит шток поршня с электродвигателем, она просто раскрутилась и вылетела. При осмотре, начал осматривать, она всего-навсего была просто прикручена и заклеена бокситным клеем. То есть, от вибрации бокситка видно, износилась и произошло, что он сам по себе раскрутился во время работы, отскочил. Что, конечно, меня обрадовало. Я взял, сделал контргайку, поставил, хорошо закрутил, но уже более двух месяцев компрессор работает, проблем нет. То есть, я надеюсь, что китайцы или пожалели контргайку, или они вообще не знают, что это такое. Ну вот, было такое важное соединение, всего лишь закручено на резьбе и проклеено бокситным клеем. Этому компрессору уже более пяти лет, никаких проблем с ним никогда не было, работал исправно, но громко. И говорю, что ещё в нём хорошего в том, что он может потянуть два аэрографа, что тоже столь важно. Если вот где-то учить детей красить, можно на этот компрессор будет подключить несколько аэрографов, и он даёт стабильно, стабильно давление даёт. То есть, надо будет вот сюда переходничок поставить на два разветвления, и он будет отлично работать. Вот здесь такие мощные, хорошие манометры, можно продуть всё, что угодно им. Даже в бытовых целях его хорошо использовать. В гараже можно и колёса на автомобиле накачать, и где-то стенку какую подкрасить. В машине можно. Ну да, с таким ресивером машину не покрасишь. Ну, по крайней мере, где-то подуть в гараже бампер, часть двери, часть крыла, без проблем. Он справится со своей задачей. Этого компрессора, конечно, не хватит. Только использовать, если его в модельных целях, в моделизме. Ну, и по деньгам, вот я ещё раз повторюсь, вот этот компрессор был дешевле, чем этот. Ну, я так понял, за тишину надо платить. За тишину надо платить. Ну, поэтому выбирайте сами, как бы, что как лучше. Для меня, конечно, лучше по производительности компрессор ЕТ-1506-й, а по тишине и для работы в квартире, ночью, конечно, отличный компрессор АЭС-186. Ну, имея их два, то вообще отлично, проблем никаких не будет. Даже при поломке одного компрессора всегда можно заменить на время вторым. Также у меня спрашивали, какими я крашу аэрографами. Аэрограф у меня был, вот, Джаз 1117-я модель. Уже ему 5 лет, может, даже и больше. Вот. Что могу про него сказать? Конечно, хорошая, хорошая рабочая лошадка из дешёвых, недорогих аэрографов. Но, у меня сразу как-то накрылся регулятор подачи воздуха, то есть, он или сильно зажимал и воздух не шёл, или его чуть-чуть откручиваешь и он начинал гнать воздух. То есть, опять же, приходится регулировать всё давлением на компрессоре. Но, опять же, скажу, 5 лет он отработал исправно. 5 лет я им отпользовался. Ну, проблема. Два раза полировал иглу, и у меня уже, как бы, износилось сопло, и даже появилась небольшая трещинка на сопле. И, как я показывал в ранней своей части, мне Валера сделал отличный подарок. Подарил джаз 1113 с тремя соплами, чему я очень рад. И теперь буду, конечно, пользоваться его компрессором, его аэрографом. А этот аэрограф подремонтирую, промою хорошо и буду использовать для лакировки. Ну, всё. Спасибо за просмотр. Ждите следующие мои части. До свидания.